Ну еще укажу. Женщина с выраженной, ну буквально, жорчной конституцией. Это обычно средний рост, волосы такие рыжеватые, тело смугловатое, ну более-менее пропорциональное тело, пропорциональные черты лица, все это нормальненько. Вот, ногти особенно у лиц, у женщин со слизистой конституцией, они в такие красивые формы и довольно-таки прочные. У лиц желчной конституции, ну будем говорить, тоже нормальные, но не такие там прочные они, будем говорить, и несколько присутствует какой-то там цвет. У лиц светлой конституции, если там какая-то часть имеется у девушек, как правило, значит, эта фигура несколько непропорциональная, черты лица тоже непропорциональные, волосы. Волосы, о, интересно, когда приближает сухость и холод в организме, волосы, как правило, становятся, знаете, как щетка, такие грубые, плохо там лежат, вот, то есть с волосами вот такие проблемы. А у слизистой конституции, наоборот, они, знаете, такие мягкие, ну можно сказать, вот мягкие, податливые, довольно-таки густые. Ну вот, что я хотел рассказать немножечко про индивидуальную конституцию и про зубы. Далее еще хочу сказать про голод и женскую красоту. Я сразу вам хочу сказать, голодание, особенно длительно, это есть не что иное, как испытание для организма, в основном применяют для духовной работы. Если вам это не надо, что-то там совершенствовать, в вашем духовном плане, так, причем жестко совершенствовать, то не применяйте где-то 3-7 дней, вот так вот, если разделить это, ну, упорядочек, это будет отлично для вас такая нагрузка, которая будет поддерживать организм в, ну, такой прекрасной форме. Длительный голод, вызывая сухость и холод, приводит к тому, что теряется тургор тканей и, грубо говоря, начинается обвисание, то есть теряет вот эту вот эластичность. А зачем вам это? Конечно, после голода они будут восстанавливаться, но насколько это восстанавливается, трудно сказать. Поэтому просто длительное голодание не применяйте. Здесь существуют другие секреты женской красоты, такие естественные. Я могу посмотреть, кое-что там сказать. Насчет волос я знаю точно, но вряд ли кто-либо будет применять. Хотя я однажды, придя на почту, а там сидела молодая девушка, которая использовала мои книги, я был удивлен. То есть у нее была кожа лица такая, ну, угристая, волосы такие, знаете, какие-то неживые, сухие и так далее. А это как-то давно не было, только хоп, прихожу, вижу, у нее шикарные волосы, понимаете, шикарные, вот прет здоровье такое, я просто удивился. А говорю, о, там, забыл, как я зову, что ты делала? И лицо стало чистенькое, она такая, знаете, засветилась. Говорит, да вот, применяла то, что там в ваших книгах там написано. То есть это работает безотказно. Что касается кожи, ну, особенно, допустим, стоп, это тоже работает великолепно. Просто кожа, как у младенца, делается. Ну, вот, пожалуй, и все. Значит, для женского организма, конечно, должна быть работа, должна быть умеренная работа, физическая нагрузка, не такая большая, как для мужского, но, тем не менее, она должна быть. Чтобы все, понимаете, все, что не работает, атрофируется. Все, что работает, оно имеет такой красивый цветущий вид. И для кожи лица, даже не столько для кожи лица, как для того, чтобы не было вот этого гравитационного старения, когда у вас все опускается на низ и становятся вот такие бульдужьи щечки, вот, применяйте гимнастику для лица. Опять-таки, я об этом слышал, но на передаче я увидел тетю, лет ей за 70 было, так вот лицо у нее было, как у 30-летней женщины, молоденькая. Она говорит, я регулярно делала эти упражнения. Упражнения простые. Туда-сюда, кортите рожу, и так, чтобы вы почувствовали, когда заканчивать, что теплота возникла. То есть, теплота, это говорит о том, чтобы прилыла кровь у вас к мышцам, к коже лица, да, и они получили достаточную нагрузку. Как правило, на это уход от 5, максимум до 10 минут ежедневно. Это можно делать по дороге на работу, там еще где-то, еще где-то. И вот так вот можно сохранять, значит, лицо в порядке. Так что спрашивайте. Потому что процент женщин на канале довольно-таки мал. А канал не то, что задумывался там для женщин, но основополагающая передача целебной кулинарии была как раз направлена на то, чтобы женщина с помощью питания могла хитро, так сказать, содержать здоровую семью. Понимаете? Вот такие вот вещи. Ну, все, на этом я заканчиваю. До новых встреч, мои красивые. И для вас стихотворение. Я часто так, когда подходят со мной, там, сфотографируются, рассказываю. Что значит слово «красота»? Оно вмещает все благое. В нем есть любовь и доброта, что, отделившись от Творца, нам душу радует с тобою. Продолжение следует...